МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 832-55, звонок с этого номера бесплатный, звоните, принимайте участие в нашем диалоге. Гость студии у нас сегодня первый заместитель председателя правления ТПП Татарстана Артур Сергеевич Николаев. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что нашли время, присоединились к нашему диалогу. И предлагаю вначале посмотреть материал о том, что вчера в Казани прошло заседание российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности. Всего в рамках этой организации действуют четыре рабочие группы. Одна из них занимается развитием сотрудничества в гражданской авиации. Заседание этой группы прошло в июле, а Казань китайская делегация посетила с целью обсудить развитие отношений в радиоэлектронике, сырьевой отрасли и оборудовании. Давайте посмотрим сюжет. По признанию самого министра промышленности и информатизации КНР Мео Вэя в Казань китайская делегация прибыла в расширенном составе. В столицу республики приехали более ста дипломатов, бизнесменов и предпринимателей. Мы надеемся, удастся значительно продвинуть российско-китайское сотрудничество в области промышленности. Были обсуждены как уже имеющиеся проекты, так и было начато обсуждение новых перспективных проектов. За этот год мы провели ту работу, которая сегодня дает возможность для наших российских и китайских компаний закладывать условия под новые проекты в области металлургии, в области химии, в области авиационной промышленности и судостроения. Партнером КНР выступает и Татарстан. В частности, китайских инвесторов приглашают в Алабугу. Сегодня подписали документ, который уже будет притягивать туда своих контрагентов, своих поставщиков. Я считаю, что это очень серьезный сигнал для китайского бизнеса, что в России есть такие площадки, есть хорошие условия. Кстати, в этом году делегации нашей республики примет участие в международной выставке высоких технологий в китайском городе Шэньчжэнь. Посетит страну и президент Татарстана Рустам Миниханов. Ну и вот, кстати, выступая на заседании под комиссией, глава Татарстана Миниханов отметил, что товарооборот между Татарстаном и Китаем за 6 месяцев 2017 года вырос на 75%. Показал рост в 75%. С чем вы связываете такой активный рост? Ну, надо обратить внимание вообще, что происходит не только в Татарстане, но и в Российской Федерации. Если мы посмотрим на цифры, то товарооборот, экспорт, импорт, самый высокий у нас был 88,8 миллиарда. Это в 2013 году, в 2014 было 88,4 миллиарда. Это именно с Китаем? Именно с Китаем. И вообще, с Китаем, начиная с 2010 года, Китай для нас вообще первое государство по импорту. И плавно, естественно, было, конечно, в 2015 году, такой понятный, связанный с обвалом рубля. После санкций еще. После, тут больше с рублем связанные вещи. И, соответственно, провал был. По состоянию на 2016 год у нас где-то порядка 66 статистика дает миллиардов товарооборот. Но, вот что действительно радует, и по Российской Федерации за первое полугодие, то есть 66 миллиардов, и только за первое полугодие уже около 40 миллиардов. Поэтому, наверное, вот общая тенденция такая, что товарооборот увеличивается по Российской Федерации. Ну и, естественно, это происходит и с Республики Татарстан. Но в Республике Татарстан это происходит... Все более активно. Более активно, да. И, опять же, что радует, растет как импорт, так и экспорт растет. И, причем, экспорт в Китай, он даже где-то опережает по росту и импорт. А что в основном сегодня мы экспортируем в эту страну? Если говорить про Россию, то в основном, конечно, мы экспортируем химию, нефтехимию, переработку. Татарстан тоже что-то отправляет? Ну, естественно, да. То есть, мы особо ничем не отличаемся. Древесина уходит, переработанная, не переработанная. То есть, тут надо смотреть. Сельское хозяйство. Вот это вот направление, кстати, сельское хозяйство. И особенно чистое сельское хозяйство, переработанный продукт сельское хозяйство. Ну, довольно-таки сейчас интересная позиция. И, скорее всего, одна из точек как раз роста для возможностей. То есть, проект проработки. И вот еще о крупных проектах. Во вторник Мениханов на встрече с китайскими журналистами говорил о важности расширения контактов с КНР. И, в частности, вот что он сказал об участии республики в строительстве транспортного коридора Европы, Западных Китая и других проектов. Поклый путь, в том числе, и проходил через нашу территорию. И вот то, что сегодня провозгласил лидер КНР, оно вписывается в те проекты, которые мы тоже реализуем. Есть такой проект «Автомобильная магистраль Китай, Западная Китай-Европа». И мы в этом проекте давно принимаем участие, так как часть вот этого пути будет проходить через, в том числе, и нашу республику. Я считаю, что евроазийское пространство, оно очень хорошо вписывается в данную стратегию, которую озвучил лидер КНР. И, конечно же, республика Татарстан. Во-первых, мы один из промышленно развитых регионов. И наши проекты могут быть реализованы в КНР. Но вот инфраструктурные вещи, которые предполагает высокоскоростная магистраль «Москва-Казань», в том числе, с участием наших китайских партнеров. Эта магистраль должна уже продолжиться до Пекина и дальше. Вообще, очень важное значение во всех этих отношениях, вот эти магистрали, вот эти инфраструктурные проекты. И то, что в этот процесс подключаются уже многие страны, в том числе и наши российские федерации. В этой работе мы тоже готовы принимать активное участие. 5.11.99.66.8.800.500.32.55. Звоните к нам в прямой эфир, присоединяйтесь к разговору. Сегодня мы обсуждаем сотрудничество с Китаем. И мой следующий вопрос. Как Вы считаете, почему эти крупные проекты, они не так активно реализуются на территории республики, как хотелось бы? Ну, тут многое зависит, во-первых, все-таки от менталитета Китая. Китайцы очень долго запрягают, китайцы очень долго присматриваются, очень долго сверяют все цифры, возможные риски и так далее, и так далее. То есть, они очень медленно подходят к самому процессу. Ну, действительно, совершенно справедливо сказать, что все уже документы практически подписаны. И на данном этапе, наверное, уже деваться некуда. Это о каком проекте Вы сейчас говорите? Ну, о ВСМ, например. Хотя, если мы посмотрим, на самом деле, многие китайские высокие лидеры, они немножко сменили название, уже называют там не шелковый путь, например, а есть такое сокращенное название УПОП, то есть один пояс, один путь. И почему, наверное, это происходит? Потому что не рассматривается ни одна конкретная ветка, а именно уже как пояс, то есть довольно-таки широкий. Почему? Потому что на сегодняшний момент, в принципе, уже кое-что работает, я имею в виду, из перемещения, возможность перемещения грузов через как раз через страны, которые в ЕС входят как раз, да, то есть через Казахстан, да, то есть на границе между Китаем и Казахстаном, например, очень крупные мультимодальные действуют зона, и, в принципе, железные дороги уже через Каспий, в том числе и через Грузию, например, уже грузы идут. Соответственно, но этого мало, и как раз Китай смотрит, поэтому называется, наверное, все-таки пояс, это я так думаю, что уже расширение всех этих вот возможностей, которые уже нарабатываются. Ну, я надеюсь, что, во-первых, китайцы не забывают о ВСМ, это уже хорошо, китайцы об этом помнят, и каждый раз, когда происходят какие-то встречи, они об этом вспоминают и говорят, что это их проект, это живой проект. Может быть, они ждут какого-то сигнала со стороны России в плане реальных действий каких-то начала строительства, я имею в виду? Ну, здесь, наверное, тоже какие-то моменты согласительные. Потому что в проектировании же они принимали непосредственное участие, документации всей. Интерес китайцы, я думаю, все-таки не потеряли, то есть они все-таки заявляют каждый раз, ВСМ они помнят проект, и действительно какие-то определенные моменты связаны с подготовкой документов, с какими-то техническими моментами, но я думаю, пройдет время, и мы все-таки прокатимся. Прокатимся по территории республики на… И не только по территории республики, доедем до Москвы. В скоростном поезде, да. Ну, а вот еще один крупно-татарстана китайский проект, который сегодня уже успешно, как мне кажется, реализуется, это запуск в прошлом году китайской компании «Хайр», первого в России завода в Челнах. Президент Татарстана назвал этот шаг серьезным сигналом для инвесторов. Как вы считаете, услышали ли другие инвесторы вот этот серьезный сигнал? И как вы оцениваете появление вот этой корпорации в нашем регионе? Знаете, это действительно знаковое событие, потому что, ну, из любой страны, когда бизнес приходит, они все равно смотрят вокруг. Как турецкие компании смотрят на конгломерат турецких компаний на особоэкономической зоне, присматриваются, соответственно, понимают уже через своих контрагентов, через своих людей, через своих бизнесменов уже могут понять и спокойно переговорить, понять реальную ситуацию в бизнесе. И также и китайские, в принципе, бизнесмены, они, конечно, будут меньше делиться, чем турецкие. Там взаимоотношения немножечко другие. Для них, наоборот, как раз интереснее заработать себе и сейчас, чем подсказать и помочь что-то другому. Но, тем не менее, китайские бизнесмены все равно смотрят. Если кто-то появился, это для них определенный флажочек. Значит, там нормально, там можно делать бизнес, значит, уже можно и подтягиваться с другими проектами. Ну, не надо забывать еще проект, который ОМОНИ, тоже китайцы помогали. Вот он с какого года? Он же очень такой старый, долго строили. Потому что это проект непростой, это проект объемный, это проект большой, поэтому здесь действительно он и строился долго, и в том числе и китайскими рабочими. У нас китайские рабочие здесь находились. И, значит, проект, который сейчас закладывается как раз в особоэкономической зоне, третья очередь особоэкономической зоны, это тоже как раз показатель, куда можно будет китайским предпринимателям приземляться в Республике Татарстан. Ну, лет 7 или 8 назад я был, например, в Китае, нам тоже показывали на Янзы промплощадку. Там условий довольно-таки, ну, китайских особых зон очень много, и промышленных зон очень много, и там уже тоже инфраструктура вся готова, и они привыкли к определенным уже условиям на промплощадку. Вот если будут созданы эти условия, то, соответственно, и китайцам будет легче уже сосадиться своим бизнесом. О каких конкретно мы в условиях сейчас говорим? То есть чего не хватает сегодня, на ваш взгляд, китайскому бизнесу у нас в России, в том числе в Татарстане? Насколько реально им попасть именно в особую экономическую зону? И если можно еще раз напомнить, какие сегодня китайские компании представлены у нас в Республике? Ну, на самом деле, хватает практически, делается очень много, и самое главное – это все-таки инфраструктура. Если есть электричество, если есть газ, если есть дороги, коммуникации, да, то построенные… Не всегда инвестору интересно садиться в уже подготовленные здания, например. Тут свои есть нюансы, некоторым, наоборот, надо специфически строить под себя как раз настроенные какие-то там сооружения, целые, да, комплексы сооружения иногда бывает. Но, условно, труба, чтобы была прямо уже подведена, и куда можно будет уже подводить свою трубу от своего предприятия и стартовать. Очень важно быстро построиться и быстро стартануть для любого бизнеса, чтобы быстрее оборачивать уже вложенный капитал. А что касается компаний, ну, вот мы с вами сказали уже, компании – это, наверное, такие, которые как раз на слуху у нас с вами. И малый и средний бизнес, он в основном, конечно, занимается торговлей, это тоже представлено, но не так серьезно. Есть сейчас, заходят, кстати, некоторые компании, которые пытаются найти интересный инвестиционный проект. Я пока, ну, это вот буквально в рамках как раз проводимого форума общался с китайцами, которые находятся в России, и как раз удалось с ними пообщаться. Но, опять же, вот с ними, когда начинаешь разговаривать, что-то конкретное не всегда для них, ну, что-то возникает интересное. Вроде бы они заявляются, что это для них интересно. Просто на одной из секций как раз один из китайских предпринимателей заявил об интересе в авиации. Вот я тут же сказал, ну, есть члены палаты торгово-промышленной компании «МВЕН», например, которые производят самолеты. Я говорю, давайте хоть час можно съездить, показать. Вот тут же было сказано, ну, мы тут вместе в делегации, у нас своя программа, то есть мы, если что, потом пришлете. Ну, такое обычно, когда потом пришлете, это уходит никуда. Это тоже, ну, определенный показатель ведения китайского бизнеса с китайцами. Надо постоянно быть на контакте и в глаза в глаза. Ну, сам факт, что появилась возможность встретиться и пообщаться, это тоже о многом говорит. Это тоже хорошо, наверное. Голосование в нашей сегодняшней, наше сегодняшнее голосование в группе ВКонтакте «Татарстан24». Мы задавали вопрос, нравится ли вам китайские товары. Большинство отвечает, что неважно, откуда товар, главное, чтобы было недорого и качественно. А вот четверть принимавших участие в голосовании, все-таки вот говорят, что да, нравится, устраивает и цена, и качество. Как бы вы ответили на данном этапе? Вы знаете, Китай производит очень много различной продукции, и надо просто правильно, наверное, стоять вопросы со стороны наших, в том числе предпринимателей. Просто вспоминаю, тоже в одной из поездок с нашей делегацией, одна из компаний сказала, нам хочется посмотреть обычный, простой, самый-самый дешевый рынок, мы хотим посмотреть. Но их свозили на рынок, они потом приехали с квадратными глазами, сказали, что это не рынок, это вообще бардак полнейший, что качество вообще ниже нижнего уровня, в руки взять невозможно, все разваливается. Просто, когда они садились в такси, они как раз и задали вопрос, что мы хотим посмотреть самый дешевый рынок. Вот их и привезли на самый дешевый рынок. Соответственно, есть и продукция, ну, довольно-таки высокого уровня, но мы с вами прекрасно знаем, что те же самые айфоны, айпады, да, собираются в Китае. Вот, поэтому здесь надо просто правильно ставить вопросы, и когда взаимодействуешь, я уже со стороны бизнеса говорю, когда взаимодействуешь с китайцами, надо все время руку на пульсе держать и отпускать ни на секунду нельзя. То есть, и надо ездить на приемку туда смотреть обязательно. Потому что в торговые промышленности очень часто уже обращаются, когда вроде бы завязались, вроде бы интерес есть определенный, до конца, ну, на коленках там что-то нарисовали, какой-то договор, не дай бог, еще и деньги туда отправили, это еще ни о чем не говорит. То есть, бывают различные ситуации, просто надо действительно и не полениться, и съездить туда обязательно, посмотреть реальное производство. То есть, надо все время смотреть, как идет процесс, буквально минута до конца программы. Если можно коротко, еще об одном перспективном направлении, это туризм, а большие надежды возлагаются у нас, в том числе в республике, на развитие данного направления. Как сегодня все это продвигается, как вы оцениваете, какие перспективы видите? Перспективы, на самом деле, есть. Здесь буквально две недели назад встречались в комитете по туризму совместно с одной из компаний авиационных, которые сейчас рассматривают возможность перелета из Урумчи до Санкт-Петербурга с посадкой в Казань. Вот это вот как раз даст возможность дополнительного потока со стороны Китая. Я думаю, довольно-таки, ну, китайцы сейчас входят по всему миру. Я думаю, аккуратненько запускать их можно и к нам. Спасибо большое, что нашли время, приняли участие в нашей программе. Это была программа «Главные новости». В студии работала Ирина Субеева. Всего доброго.